Да, мы можем начинать. Так, плоть, путь свой на земле. Берешит 6.12. Значит, ну для начала, раньше чем говорить о потопе и всем прочем, я хочу отметить, что здесь мы видим еще один пример того, что Всевышний не строит такой театр марионеток. Вот все, что он задумал, один к одному воплощалось бы, и так как он проект нарисовал, так этот проект и работает. Так вот, земля – это вовсе не театр марионеток. И задуманная, как мы с вами это уже обсуждали в разделе «Берешит», и стала примерно так. То есть, в общем, конечно, все идет по плану Творца, но примерно так. То есть, везде есть свобода воли, и особенно эта свобода воли есть у человека. Потому что очевидно, что если бы Всевышний создавал театр марионеток, то об каком развращении и извращении пути плоти на земле могла бы идти речь. То есть, вот всякая плоть на земле, она имеет свободу воли, она может вести себя так или иначе, и вовсе не всегда соответствует замыслу Творца. Это момент номер один. Так вот, по поводу этой фразы наши мудрецы говорят, что извращение было половым извращением, и оно состояло в оргии, охватившей не только человечество, но и животный, и даже растительный мир. Поясняет цитата из Медраша. Бабочки перестали опылять цветы. Ну и, так сказать, логично предположить, что они стали опылять что-то другое. Когда Тора объясняет, как все это преобразовалось в катастрофу, она подводит итог одним словом. Слово это «Хамас». Но это не тот «Хамас», который в секторе газа, а это тот «Хамас», который переводится как «грабеж». Вопрос. Какая связь между оргией и грабежом? Переводчик и комментатор Торы II века Онкелос переводит «Хамас» как «хитуфим». В современном иврите это еда на скорую руку, то, что можно сразу схватить, от слова лохтов «хватать» и положить в рот. И перевод Онкелоса точно передает смысл происходящего до потопа. Все спешили все взять от жизни. Их хватали, хватали. И суть охватившего допотопный мир полового безумия грабежа – это сиюминутность. Вообще говоря, наш мир Тора рассматривает как инструмент для получения чего-то более высокого, лучшего и значительного. Наши мудрецы вообще достаточно мало говорят о допотопном мире. Но некоторые подробности этого допотопного мира впечатляют. В том мире трудиться в поте лица не было необходимости, потому что плодов земли хватало на всех и с избытком. Болезней не было, и люди жили долго, причем очень долго. Тора нам показывает продолжительность жизни в династии, следовавшей за Адамом. И там 700-800 лет – это был типовой вариант. Самый короткоживущий представитель династии прожил 368 лет. Что по сравнению с нашими современными 120-ю послепотопными – это, в общем, конечно, серьезный срок. Я уж не говорю про Метушеллаха, который жил 900 с лишним лет. И, по сути дела, Всевышний задержал действие порчи, которое принес в мир первый человек. И дал возможность человечеству ударно закончить предписанную работу. То есть возделывать и охранять. И в условиях, максимально приближенных к условиям Ган Эдена, человек замечательно работал, но не на Всевышнего, а на себя. Вот эта вот сиюминутность и всяческая суета, хватать-хватать, вместо цели Творца и Вечности, они, собственно, и привели мир на грань полного уничтожения. Последняя попытка Всевышнего предостереть человечество состояла в пророчестве о потопе, которое было дано Ноаху за 120 лет, собственно, до потопа. И рассказывает нам устная Тора, что Ноах сажает кедры. Эти кедры растут, потом идет лесоповал и, собственно, строительство ковчега. Значит, люди, естественно, приходят и задают вопрос. А что, деревьев малого круг растет? Тогда Ноах и его семья, понимаете, через 120 лет будет потоп. И мы вот за годы уже сегодня вот эти самые деревья сажаем. То есть деревья были осязаемым свидетельством потопа. Что мы вот не просто так, да, а вот мы готовимся. И, в принципе, что ожидал Всевышний, давая такое предупреждение заранее? Ну, то, что произойдет. Нечто похожее на историю города Нинве, когда, услышав пророчество Йоны, жители города изменили свое поведение, сделали тшуву, и город был спасен от разрушения. То есть Всевышний ожидал, что люди сделают тшуву. К сожалению, это ожидание оказалось напрасным. И в связи с этим я еще хотел задать очень важный вопрос. Значит, у нас в Танахе все природные явления, они несут еще какую-то коннотацию этическую. Скажем, вода в Торе – это символ жизни, хеседа, доброты. Это категория давания. Источники воды, которые раскапывал Авраам, это источники связи со Всевышним, источники Торы в материальной жизни. Вопрос. Почему же вода используется для уничтожения? Было бы понятно, там огонь, там что-то такое. Нет, вода. Так вот, вода покрывает все. Вода растворяет все. То есть Ноах высадился после потопа в совершенно чистом мире. И происшедшее можно трактовать так. Все начиналось с того, что человек разрушил мир, который был ему дан. Всевышний вмешивается, дает дополнительный шанс. Но мало того, он рвет связь между прошлым и будущим. Мир, в котором высаживается Ноах, совершенно не связан с тем миром, который был до потопа. Собственно, именно поэтому мы так мало информации имеем обо всем допотопным. К нам тот допотопный мир информации никакого отношения не имеет. Порвалась дней связующая нить. Вот причина, следственная связь между миром, допотопным и миром нашим разорвана. Значит, как правило, все, содеянное нами, должно быть исправлено. Мы уже отметили, что первое тысячелетие было неким подарком Всевышнего, который приостановил действия последствий промаха первого человека. И мир, в котором оказался человек, изгнанный из Ган-Эдена, был максимально приближен по условиям своим к Ган-Эдену. Мир, где человек мог, не заботясь о хлебе насущном, посвятить себя главному, только ему данному, человеческому. Увы, он с этим не справился. И Всевышний засчитал нам первое тысячелетие бытия, но, как это бывает на соревнованиях по бегу, это был фальстарт. Разрешена вторая попытка. И поэтому атрибут милосердия, поэтому вода. Всевышний разрывает связь между тем, что было, и тем, что есть сегодня у нас. Это величайшее милосердие, потому что тяжелое прошлое, оно во многом определяет настоящее. Вспомним знаменитую колену Красного Шукшана. Вот уголовное прошлое не дает человеку адаптироваться в нормальном мире. И именно в этом смысл воды – разорвать вот эту причинно-следственную связь. Еще немножко дальше. Говорит Тора, Всевышний говорит Ноаху, «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Значит, берешит 6.40. Ковчег Тева, используемое слово Тева, можно перевести на самом деле двумя способами. Это может быть коробка, ковчег, ящик, то есть вот именно какое-то такое вместилище, а может быть слово. И возникает вопрос, а что, собственно, хотел Всевышний? Может быть, нужно было Ноаху произнести, найти, сказать какое-то особенное специальное слово. Значит, какое главное слово, которое есть в Торе, которое мы все знаем, это главное слово бесспорно «юдхей вафхей». Одно из имен Всевышнего, которое мы в нашем издании произносим как «аше». Это имя Всевышнего. Сейчас мы насчет этого имени поговорим. Только мы сейчас подойдем к понятию «ковчег» с другой стороны. Значит, я обращаю ваше внимание на то, что меня вот вчера, сегодня, когда я готовился по этой теме, это меня на самом деле очень сильно удивило, что во всей Торе есть только два объекта, размеры которых точно указаны. Это, во-первых, храм, ну, точнее, мигдаш, походно-полевой вариант храма, где все размеры и самого храма, и составных его компонентов точно указаны. И второе – это ковчег Нооха, размеры которого тоже точно указаны, конструкция которого подробно описана. Никакие другие объекты в Торе этим похвастаться не могут. Например, ну, я не знаю, столь важный объект, как Мизбех, жертвенник, который сделал Яаков в Бейтере, или посох Аарона, с помощью которого творились всевозможные чудеса, или еще что-нибудь подобное. Да, ни о чем Тора так подробно не говорит, только две вещи. С одной стороны мешкан, и с другой стороны ковчег. И, значит, я напоминаю, что размеры ковчега – это 300 локтей в длину, 50 локтей в ширину, 30 локтей в высоту, и, значит, окно сделай в ковчеге и в локоть сведи его наверху. Значит, я напоминаю, что локоть – это приблизительно полметра, ну, если быть вполне точным, где-то около 55 сантиметров, то есть 300 локтей в длину – это где-то там 150-155 метров длина ковчега, там 26 метров ширина, и 16 метров высота. Знаете, когда я учился в начальной школе, это было довольно давно, лет 60 назад, у меня была любимая книжка Перельмана «Занимательная физика». И вот там, в этой книге, конечно, в те времена я еще ни Тора, ни Библии в глаза не видел, и, конечно, не читал. Вот, и тем не менее, вот из книги Перельмана я вынес забавное рассуждение о том, что Ноев ковчег – это с точки зрения науки физики полная бессмыслица, потому что его водоизмещение, там Перельман рассчитал примерно 17 тысяч тонн, то есть по современным понятиям такой не очень большой океанский корабль. И если посмотреть на количество только млекопитающих, то собрать по паре каждого вида млекопитающих, а ведь среди млекопитающих есть не только полевые мыши, там, или хомяки, но есть и слоны, гиппопотамы, так сказать, там есть много разных животных разного размера. Так вот, если собрать по одной паре всех видов млекопитающих плюс полугодовой запас пищи, плюс запас пресной воды, то ковчег не вместит и десятую часть этого всего груза. И тогда возникает вопрос, а может быть, размеры ковчега это не совсем то, что мы о них думаем, то есть не совсем физические размеры, а какой-то другой намек. Значит, посмотрим вот на это замечательное слово ютхэй вавхэй. Гематрия этого слова, значит, ют 10, хэй 5, вавхэй 5, значит, 4 числа, 10, 5, 6, 5. На самом деле, 4 числа, но различных чисел только 3, да, 10, 5 и 6. Значит, их можно сочетать тремя разными способами и обратим внимание, с удивлением, что 10 умножить на 5 умножить на 6 это 300, что 10 умножить на 5 это 50, что 6 умножить на 5 это 30, то есть эти числа дают нам размеры ковчега. Ну, мы шли от гематрии ютхэй вавхэй к размерам, нет ничего сложного от размеров ковчега вернуться к этому слову, да, 300 поделить на 30 будет 10, ну, и так далее, и так далее. То есть из размеров ковчега мы можем получить имя Ашем, и более того, все эти числа сходятся сверху в окно размером в единицу в один локоть. Ну, как мы понимаем, окошко размером полметра на полметра для 300 метрового ковчега с точки зрения конструкции оно как-то не очень смотрится, да, задохнуться, наверное, можно, когда все эти млекопитающие будут там внутри. Да и вообще, как через такое окошко зайдет, ну, как зайдет хомяк там или ежик, это понятно, но как я позволю себе усомниться. Так вот, 350 и 30 это производные от гематрии ютхэй вавхэй и они сходятся к единице, к одному локтю, то есть к единому. Значит, и тогда то, что мы, о чем мы с вами сейчас говорили, возвращаюсь к двум вариантам перевода слова тэва, да, может быть, ноху следовало подобно Аврааму обратиться к единому с какой-то просьбой, да, ну, а вместо этого он единственное, что сделал, сделал ящик, в котором, конечно, сам спасся, но все остальное человечество погибло. Ну, вот, собственно, какими идеями я хотел с вами поделиться. Спасибо за внимание. Вопросы? У кого-то есть вопросы или замечания? В каком смысле разорвать? Ведь мы знаем об этом все равно, ну, знаем мало, да, вот разорвать именно причинно-следственную связь, да, то есть от того, что мы знаем, и это доказано, скажем, что человечество, ныне живущие люди, все в определенном прошлом имеют в качестве своих предков племена людоедов, да, археология это уже указала со всей определенностью, раскапывая стоянки древнего человека, что мы все произошли от людоедов, но причинно-следственная связь полностью разорвана, и сегодня людоедство хоть и встречается в определенных случаях, но как исчезающее редкое явление. Вот в этом смысле мы об этом знаем, но причинно-следственная связь разорвана. еще вопросы? Ну вот я как бы не столько вопрос, сколько как бы не знаю, как это сказать, замечание, может быть, или соображение, можно сказать. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, в самом начале вы сказали, что вот история с потопом показывает нам, что Всевышний, как бы он там не планировал, но вот человек свободный, и он сталкивается с Всевышний с какими-то неожиданными вещами, то есть вот он бы не ожидал, что человек так себя поведет, и вынужден был вот пожалеть о том, что он создал человека, и стереть все с лица Земли, чтобы заново это начать все. Насчет свободы это все правильно, но поскольку, если быть корректным, то как мы сейчас понимаем идею Всевышнего, что это некий абсолют, да, вне пространство, времени, материи, которые, в общем-то, охватывает все, и как бы, как мы говорим, он знает все от начала до конца, то это трудно, значит, как бы сочетается эта проблема, да, вот, и здесь единственное, что мне кажется, что может быть, действительно, поскольку человек создан по подобию, то ему, как бы, объясняют в Торе эту всю историю, здесь как бы Всевышний передает как бы эту свою идею, идею какой-то определенной, можно даже сказать, селекции, вот, и он дает ей объяснение, в конце концов, он говорит, что все эти грехи от подросткового возраста как бы человека, что человеку придется учиться, и что вот просто так оставить человека отданным своим этим жизненным инстинктам, это не соответствует тому замыслу Всевышнего, который он ждет от человека, от того, как он будет пользоваться этой свободой, и поэтому здесь как бы только язык и объяснение, оно дается в виде как бы такой вот понятной для человека естественной логики, а на самом деле мы должны подразумевать, что Всевышний все это уже как бы заранее все это знал, и он знал, что не может так просто, значит, человек жизнь так бесосознанно, потому что в дальнейшем это все время продолжается, то есть если бы это было так, то почему он должен сказать, что вот все, больше я не буду наводить эти воды потопа, не буду стирать человека земли, почему бы и нет, если он опять собратиться, кто знает, кто знает, каким путем он пойдет, он бы не должен был этого сказать, но то, что он это сказал, это тоже имеет определенный смысл, чтобы показать человеку, как он зреет человек, что вот есть какие-то вещи, как сначала он, допустим, отдается этим инстинктам жизни, пока в нем в конце концов сформируется сознание, и вот самое интересное, мне кажется, это то, что необходимо было, то есть то, что нашел одного ноха праведным, это понятно все, но что это вся плоть извратила свой путь, то есть это дошло до абсолюта, то есть если мы говорим, что в доме моря не было там десяти праведников, и надо было спасать там значит лота его жену, так здесь как бы этот нох спасается, а вот этот глобализм, да, какой-то определенный, мне кажется, личный, какая-то эсхатология есть тут, вот, что когда вот как мы сейчас находимся в таком состоянии, когда я бы сказал, может быть, не плоть, но дух как бы извращен достаточно основательно, да, вот этот пример с этим падением фейсбука и так далее, он нам показал, насколько человек раболепен, зависит, то есть потеряны его какие-то интенции, какие-то творческие возможности, возможности что-то менять, возможности как-то воздействовать на событие, то есть он абсолютно закабален, я это называю каким-то большим таким инкубатором, то есть это не исключено, что вот этот абсолют, когда это доходит до предела, до какого-то, да, то есть когда это, значит, нет уже места такого нормального, чистого, то это очень опасная ситуация, да, вот, но суть этого греха, как бы мне кажется, это, я не знаю, кто-то будет говорить или нет, о Вавилонской башне, потому что она тоже входит в этот раздел, вот, это очень интересно, в прошлом году я говорю про Вавилонскую башню, ну, если захотите, я коротко скажу, сейчас, не, давайте не будем, и так, нет, я объясню суть греха, много идей уже потом человек не воспринимает, нужно как-то ограничить, если вас Натан не говорит, так я пару слов скажу, ничего страшного, вот, я просто в двух словах объясню суть именно этого греха, это очень важно, мне кажется, понять, когда это сопоставляется, то, что кто-то слушает Порошад Шивопа Маханаем, слышал, значит, о том, что грех Хавы и грех Каина, да, то есть, грех Адама и грех Каина, они в каком-то смысле Авеля и, значит, убийство Авеля и, значит, съедание плода. Есть тут просьба, видите, да, Эмиль, что очень далеко вы ушли и просит люди... Нет, это очень быстро, это я только сопоставляю, что есть, хорошо, я скажу, я скажу коротко, значит, есть два вида греха, когда мы читаем Шмат Израэль, мы говорим, что просим, чтобы он убрал от нас Сатан Милипанену и Сатан Мяхарену, то есть, есть какой-то Сатан, перед нами, есть который за нами, значит, вот этот грех потопа, он связан с тем грехом, с чувственностью, который как бы за нами, да, то есть, это от природы идет, а потом идет Вавилонская башня, это грех, который... есть грех развращенности, а есть грех гордости, это два разных греха на самом деле, да? Ну да, но это не совсем по теме того, что Юрий говорил, правда? Это важно сопоставить, я понимаю, я понимаю, я просто объясняю, что... Есть миллион идей, которых мы можем высказать, и миллион медрежей, открытся... Нет, это не миллион идей, есть конструктивные идеи, очень важные, понимаете? Вы только хотите быстрее выступить, тогда, пожалуйста, я замолкаю и предоставляю вам слово. Я не хочу, я могу вообще не выступать, если вы проехали. Извините, все. Вы можете попросить включить Натана Васильевича? Пусть Натана решит. И тогда, когда урок подготовлен, и он построен более логично, тогда воспринимается гораздо лучше, а нет как какой-то очень... Понимаете, идет время, вот вы говорите, а время идет. Лучше бы я бы что-то сказал. Ну, может быть, это нам поможет будущим. Эмиль, вы себя... Ну, как, я не знаю, вам нужно заканчивать мысль, понимаете? Почему вы все время высказываете свое мнение без оглядки на других? Ну, у нас никакая не распределивка такая, понимаете, столовая, где всем попором. Это зависит от того, что человек высказывает, какая идея, какая мысль. Вы можете высказать, но вы постоянно говорите, у вас вы не замечаете. А вот то, что вы перебиваете и хотите морально вести, вы просто занимаете время, вместо того, чтобы говорить... Так, господа, давайте я введу, несмотря на зубную боль, я введу некоторые седры, правильно? Давайте сделаем так. У нас есть статусы. Когда у человека статус лектора, ему дается полчаса, 45 минут, где он излагает свою концепцию. Окей. Тогда все остальные, они в рамках задающих вопросов. Значит, когда человек не лектор, он не может из задающего вопрос превратиться в излагающего концепцию. Ну, просто, сори, это не может быть. Вы видите, как бы это не проходит. Это не означает, что кто-то лично против кого-то или так дальше. Но так это не работает. Это невозможно. Окей. Если у вас есть короткая, несколько фраз, комментарий к тому, что было сказано, а не представление некой альтернативной концепции. Это, по-моему, это как бы мы тогда уходим далеко. Это не соответствует. Пожалуйста, есть чат в Телеграме, можно переписываться, можно общаться, можно даже обсуждать. Но в рамках лекции так, по-моему, так невозможно. Мне так кажется, я не знаю. Можно вопрос по существу? Да. Доктор Линеца, разъясните, пожалуйста, какое еще слово Ноах должен был получить от Всевышнего? Ведь он уже получил все разъяснения, как строить ковчег, каких зверей туда запустить. Что еще он должен был от него получить? Спасибо. Смотрите, я имею в виду следующее. Значит, вот Авраам от Всевышнего получил разъяснение, что да, Всевышний уничтожит Сдом и Амору и спасет там Лота, допустим. Значит, Авраам не останавливается на этом разъяснении, хотя оно понятно и конкретно. Он вступает со Всевышним в спор и пытается изменить его решение. То есть, ну, как спасать и на чем спасать? Но он мог бы, теоретически этого не было, но он мог бы использовать это слово, обращение к Ютхэй Вавхэй с разговором о том, что давай не будем делать потоп, давай займемся какими-нибудь воспитательными мерами, давай я попробую говорить с людьми и так далее, и так далее. Вот ничего подобного но не сделал. Он не вступил в спор со Всевышним, пытаясь спасти человечество. Вот о чем идет речь. И еще, если можно, я одну фразу вот отвечу на предыдущего оратора, что Всевышний вовсе не обещал, и нигде это не сказано, что он не будет наказывать человечество в случае каких-то вот проблем. Всевышний сказал, что больше он не будет наводить на землю мобуль, потоп. А вот скажем, то, что он опрокинет на землю огонь, серу там и все прочие ужасы с дома и аморы, об этом никаких обещаний не было. И поэтому, так сказать, если мы будем плохо себя вести, то результат может быть и без потопа очень страшный. Вот как мне кажется. Ну что? Спасибо. У меня маленький вопрос, если можно, да, в рамках тех ограничений, которые я сам наложил. А вот это вот комментарий по-видимому о том, что ТВА это еще слово. По-моему, это не по-простому. А где по-простому говорить, что ТВА это слово? Есть такое значение слова ТВА? Конечно. В комментарии по-простому говорить, что ТВА это слово? Нет. ТВА говорит, например, Рошей, ты вот, я сам себе ответил. Да, говорит, Рошей, ты вот. Окей, собака, Рошей, ты вот, я сам себе ответил. Но все-таки так по-простому. А где еще есть комментарий, где вообще по-прямому написано? вот ТВА и... Нет, это Наталья, это дрожь такой. Окей, ну хорошо. Но кроме Рошей, ты вот, то, что я сам себя одни? Нет, но это действительно в словаре употреблялось, в комментариях можно найти где-то. Посмотреть, есть ли такое слово в Танахе, еще значение слова, это я не знаю, это можно проверить. Окей. Ну, у нас в переводе в белой книжке так сказано. Да. Ну, вы не вовсе. Да. Имеет ли можно два слова, Натан? Да, я тут вроде стражника вообще, говоря, мне страшно самому. Надо у кого спрашивать? У того, кто хозяин. Давайте тогда, а, если я стражник, я скажу так, можно не два слова, можно 22 слова, но, пожалуйста, чтобы они укладывались на тему прошедшего, а не смысла жизни вообще. Окей? Нет, нет, ни в коем случае. Я извиняюсь за грубость, если она просвечена. Натан, я вас люблю, от вас готов принять даже удар по балде. Первое, я хотел сказать Юрию, Юрию, большое спасибо. Меня тронуло, вот, особенно прогематрию, когда он выдал. Я тут далек от этого, поэтому мне очень понравилось привязка, но у меня есть ряд вопросов. Ну, во-первых, я считаю, что мне кажется странным, вот, даже как и Эмиль сказал, что что-то новое было для Творца. Я не думаю, что это, но, с другой стороны, сказано, что развратом они занимались, но ведь благословление, это плодись и размножайся, то есть, всю вроде бы как энергию он еще там, в Ганедене, сунул туда именно. Это первый вопрос, а второй, а вообще, что он ожидал, чем они будут заниматься-то, если у них нет нужды в еде, нет питья, то есть, он осознанно их пустил в это, мне так кажется, то есть, что-то тут такое скрытое в таре для нас, может быть, которые ее примитивно, как я, которые ее примитивно понимают, но мне кажется, здесь намек на что-то совершенно другое, разврат это не разврат физический, а это духовно-умственный, и плодитесь, размножайтесь, тут тоже я не думаю, что обо материи особо говорить, но я не знаю, Юрий, больше знаю, вот, а потом еще вот там проучить или учиться, в общем-то, больше никакой функции не проявлялась от Творца в таре, как только что все нам для учебы, мы только когда падаем, учимся, ну, вот сделали Золотого Тельца, получили ковчег, там, сексом больше, чем надо, заняли, получили потоп и так далее, то есть, я правильно понимаю это или нет, и вообще, чем могли люди там заниматься, и вообще, о ком речь идет, у меня все, студент покрас, ответ закончил. Понятно. Значит, ну, я могу только два слова сказать, ребят, опять-таки, моя фамилия не Раши, да, и не Рамбом, поэтому просто я какие-то свои собственные соображения пытаюсь изложить, так вот, во-первых, чем велено было заниматься? Велено было возделывать сад и охранять его. Это ошибка. Это было в Ганедане. Это было сказано в Ганедане, а не в Ганедане. Все то же самое. Неизвестно, нет этого. Он их выгнал и сказал им, в поте лица будете обрабатывать, а работы не дал. но первые тысячи лет обошлась без пота лица. Это момент номер один. Момент номер два. Плодиться и размножаться надо. В половых отношениях никакого греха изначально нету. Грех состоит в том, о чем Тора говорит открытым текстом. Извратила всякая плоть, путь свой на земле. То есть вот когда бабочки перестают опылять цветы и начинают опылять что-то другое, вместо того, чтобы заниматься тем, чем им положено заниматься, когда проходят в Тель-Авиве парады гордости Хасова-Халива, и вот это и есть извращение пути. То есть когда люди занимаются не тем, что Всевышний им велел делать по замыслю, а чем-то другим, вот это и есть плохо. Вот мне так кажется. То есть если у меня работа дворника, то я должен заниматься работой дворника, а не идти учить Тору. Нет, одно другому не мешает. Нет, нет, простите, вот насчет учить Тору и работы дворника, одно другому не мешает. В библиотеке Конгресса США есть замечательный том Талмуда, на первой странице которого стоит штамп. Книга Сиян принадлежит сообществу дровосеков города Бердичева. То есть люди, которые были целый день заняты тяжелой физической работой, потом приходили в Бейт-Мидраш, брали тома Талмуда и учили то, что они хотели учить. Поэтому здесь как раз все в порядке. А вот если велено плохо человеку быть одному и мужчина должен быть с женщиной, то это указание Торы, а вовсе не должен быть мужчина с мужчиной. Вот о чем идет речь. Мне кажется, я ответил и можно наверное переходить к следующему. Я за переход. Я за переход. Окей? Да, если можно, потому что я сейчас еще засну и забуду вообще. Это угроза. Ну хорошо, угроза здесь. Нет, это не угроза. Это я сама опасаюсь. Дело в том, что я начинаю свой день довольно рано. Это угроза, да. на Ватике нормалитву и это там полшестого. А приличные люди поздно ложатся спать, так нас учили. Ну хорошо, перейдем. Нет, но я не знаю. Надо еще в середине дня сиест устраивать. А, да, пожалуйста. А кто мешает? Теперь давайте перейдем к совсем другому как бы стилю исследований изучения тары. Это то, что я довольно часто касалась в прошлом году. в прошлом году я говорила о том, как Раброй разбирал историю Молонской башни и там находил две истории. В этот раз я очень немного неглубоко, скажем, попытаюсь объяснить проблемы, связанные с текстом истории потопа. Они тут гораздо более явные, гораздо более исследованные, гораздо более глубокие. И вот в этих глобальных изменениях, которые происходят в мире, типа потопа или дрова не тары, там очень заметно библейская критика называет различными источниками. То есть в них видно прослеживается две разные истории. То есть есть возможность проследить. Это огромная тема. В ней есть очень много разногласий среди религиозных исследователей текстов и среди религиозных исследователей, которые признают истину, которая находится в нерелигиозной библейской критике, в той части, когда она занимается исследованием текстов, они интерпретируют каким-то образом их результат. Идут по дороге раба Мордехай Бройера, который объяснил нам, что именно в том, что Тарап представляет нам несколько взглядов, несколько подходов к какой-то истории безложной эфтанахи, то, что в одной истории содержится несколько, это позволяет нам увидеть объемность мироздания, божественного управления. Есть основания безусловно разделить историю повествования о потопе на две истории. Я приведу несколько примеров, когда видно, что одна часть относится к одной истории, другая к другой, но их примеров очень много. Прежде всего, как и в других местах, истории делятся по имени Всевышнего. Конечно, это можно дать объяснение в рамках гармонизации текста, то есть объяснить, что на самом деле это одна история, а то, что в ней есть повторение, то, что есть в ней противоречие, то, что у нее есть разные имена, это такой стиль изложения. Но когда мы идем по этому пути, мы теряем возможность увидеть глубокий смысл, который заложен в этом разделении. То есть, еще раз повторю, когда есть у нас несколько аспектов происходящих, то, выделяя каждый аспект по отдельности, мы можем понять, как Бог управляет миром и как мир функционирует. Наиболее заметно это, конечно, в историях о сотворении мира, когда две эти истории были разделены физически. Первая глава определяет один аспект, вторая глава другой аспект. И это то, что наши мудрецы сказали в Медраше со свойственной краткостью. Хотел Бог создать мир в мире суда и потом увидел, что он не устоит и присоединил ему мир милосердие. И таким образом, когда у нас физически, то есть текстово разделены эти две вещи, мы можем понять, как действует мера суда, как действует мера милосердия. Но в других историях они переплетаются. В одной и той же истории мы можем вычленить сочетание двух историй. То есть, видимо, иногда представляется так, что именно то, что в самом начале тары было задано вот эти два направления, две координаты, в дальнейшем позволяет нам разложить по разным координатам истории, которые происходят и описаны в таре. Особенно это, конечно, касается потопа, потому что потоп – это история разрушения и построения мира заново. Если в первом рассказе о творении мира мы видели действие двух аспектов управления мира, то естественно предположить, почему бы во втором рассказе о построении мира заново тоже не действовали у нас два аспекта. Я хочу сейчас привести всего лишь несколько примеров, как разделяются эти две повторения, в которых по-разному представляется то, что происходило в потопе. Я сейчас секундочку делаю, только поделюсь. во-первых, Бог посмотрел на мир, да. У нас есть два стиха, которые говорят о том, как Бог посмотрел на мир. Два взгляда. «И увидел Господь, что велико зло человека на земле, и что вся склонность мысли сердца его только зло все время». Это конец предыдущего раздельства. «И увидел Бог землю, и вот она расцвлена, ибо извратила всякое плоть, путь свой на земле». Кроме того, что у нас есть различия, как я уже говорил, в именах Всевышнего, тут Господь мир и милосердие, а там это Бог и Луки, мир и суда. Мы видим, что подходы у них разные. В первом случае у нас есть моральная оценка. Что случилось? Виноват человек. Велико зло человек на земле. И объяснение, как тут доктор Ленин намекал, что вся склонность мысли сердца его только зло во всякое время. То есть моральная оценка и вина человека. и увидел Бог землю и вот она растлена. Человека тут как бы нет. Есть факт, результат, что земля растлена. Не велико злой человек, а все, что происходит в мире, ужасно. Земля развратилась, всякая плоть извратила свою плоть. Человек вместе со всеми остальными. Нет никакой конкретной вины человека в том, что случилось. просто все пошло не так. То есть это некоторый объективный, отстраненный взгляд того, что происходит без какой-то моральной ответственности человека. следующее повторение, то, что я выбрала, там вообще есть очень много повторений, и есть вопросы, почему эти повторения нужны. Поэтому возникают такие объяснения, что тут есть две истории. потому иначе непонятно, почему сначала Бог говорит «ноху войти, ноху все делает, как ему Бог сказал, построил ковчег, взял животных и вошел, а потом опять Бог ему говорит «вот войди». второй пункт, который я хотела отметить, сказал Господь ноху «войди ты и все семейство в ковчег, ибо тебя увидела я праведным передо мной в этом поколении». Опять моральное обоснование не просто так он выбрал ноха, а потому что нох был праведным в этом поколении. А в другом рассказе не сказано почему нох избран, а с тобой и у самого союза он выбрал по какой-то причине ноха установить с ним союз и это некое так сказать непонятное нам возможно недоступное нашему пониманию решение высшей силы которое решает выбрать какого-то человека и установить с ним союз перед тем как он входит в ковчег союз в котором потом он в конце завершения истории он его реализует следующий вопрос на этом я ограничусь от всего живущего от всякой плоти по два из всех ведешь ковчег чтобы они остались с тобой в живых я уже это брала переводы сифона но тут я изменю потому что там теряется совершенно тут сказано захаву некима самец пусть они будут это одно из противоречий потому что сказано сначала что будет в одной истории что будет два надо взять бои от каждого животного а во второй истории сказано по другому из всякого скота чистого возьмешь себе по семи и тут не самец и самка не захару на кива сказано а ишу ишту что поразительно совершенно и показывает на совершенно другое отношение вообще к Богу не только к человеку но и ко всему сущему которые нечисты по два мужа и жены также из птиц небесных мужского и женского чтобы сохранить семена и противоречие в том что для того чтобы цель истории в которой Бог выступает как иллюкин это сохранить человечество сохранить животных сохранить мир на земле он уничтожает то что плохо то что испортилось и оставляет некоторые выбранные группы для того чтобы сохранилась жизнь на земле это его цель понятно что у всевышнего который говорит как имя Ашем у него более глубокие моральные цели потому что тут уже говорится о чистом и нечистом тут уже говорится о том что есть приоритет для чистого перед нечистым и что это животных которые животных которые которых всевышний должен сохранить ног нужно сохранить в большем количестве таким образом у нас есть два две истории и это только маленькая часть из тех параллелей которые есть между двумя историями но есть еще противоречия например явные противоречия которые трудно как бы увязать это то что в одной истории сказано что будет потом 40 дней и 40 ночей а в другой истории сказано что он продолжался в 150 дней и это соответствует тем датам которые указаны во-первых прямо сказано 150 дней а во-вторых соответствует тем датам которые указаны нам от 17 второго месяца до 17 числа седьмого месяца так или иначе он продолжался и в этом смысле довольно трудно это все увязать потому что оказывается явная противоречия но с другой стороны именно в хронологии можно увидеть что две эти истории переплетаются между собой они не существуют одна отдельности от другой а можно их считать вместе и несмотря на то что по одной истории потом 40 дней и 40 ночей тем не менее именно ковчег оседает на горе Рана при стечении 150 дней только когда начинает вода убивать то есть как бы это сочетается одно с другим и есть некоторая сложность с тем что в одной истории но начинает выпускать птиц уже после 40 дней когда уже кончился дождь и воды начинают уходить тем не менее есть некоторое интересное объяснение которое говорит что может быть там можно посмотреть по тексту кому интересно может быть там идет речь не о тех 40 днях когда продолжался ливень а о дополнительных 40 дней которые проходят после того как уже ковчег оказался на горе и я не буду еще примеры приводить параллельно но так же как в начале у нас было два открытия так же в конце есть два завершения этой истории в соответствии с одной с одним завершением и в соответствии с другим теперь я немножко отойду от основной линии и скажу очень довольно важную с моей точки зрения вещь тоже очень кратко по поводу того и потом это нам пригодится как бы что происходит с миром в результате потопа одна из самых интересных и важных вещей свидетельствует об изменении природы мира и человека это то что человеку разрешается есть с этого момента мясо употреблять животных в пищу и о чем это говорит что изменилось безусловно что-то изменилось что есть разные совершенно объяснения но объяснения которые принимают внимание то что мир изменился их в принципе может быть дважды изменилась природа животных они как бы упали в своем статусе они как растения теперь их можно есть а второе объяснение связано с тем что изменился сам человек и тут я сейчас еще раз поделюсь можно сравнить благословение которое Бог благословил человека в Берешите и в НОС и благословил Бог и сказал Бог владейтесь и размножайтесь и наполняйте землю и владейте и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами и над всеми животными движущимися по земле человек становится владыка он становится царем над всей землей над всеми животными и они как бы его подданы в принципе царь не должен есть своих подданных он должен над ними царствовать он должен их может быть воспитывать и так далее после потопа и благословил Бог НОС и СЫНОВ и сказал владитесь и размножайтесь и наполняйте землю и боязнь и страх перед вами будет на всяком звере никакого владычества уже нет то есть здесь человек поставлен как один из самых продвинутых один из самых можно сказать самый главный главный животный но все-таки один из животных но они что будут вас бояться но тем не менее царем уже человек теперь перестал быть над животным и поскольку он один из всех животных то можно себе представить что он и ведет себя как другие животные которые в принципе едят другого что тут такого то есть уровень человека он понизился это с одной точки зрения с другой точки зрения мы можем увидеть что есть некоторое различие между двумя историями о том какова роль самого самого человека в создании нового мира опять я не буду приводить много примеров но только скажу что в одном случае например говорит ноху построить ковчег а в другой истории нет ничего такого не говорится что надо ему строить ковчег а просто иди в ковчег как бы идея о том что надо зайти в ковчег она остается остается на усмотрение ноха как создать ковчег и как его строить и когда то есть в одном есть больше божественного управления в той истории которая идет от имени бога и руки а в другой есть больше места человеческой инициативе и выходы из ковчега то же самое это еще более заметно потому что в одной истории он посылает идица он смотрит что земля высохла он решает уже выйти сам а в другой истории бог ему говорит выходи из ковчега то есть мы видим что в истории которая связана с именем Всевышнего у нас есть намерение Всевышнего передать человеку больше инициативы в действиях в этом мире то есть сделать его более активным партнером Всевышнего построения мира фактически но в ковчеге он принимает активное участие в создании вот этого нового мира сам этот ковчег как бы некоторый в умирающем старом мире это некоторый образ скажем в может быть ганедана может быть какого-то материнского чрева из которого потом появляются животные но пускают этих животных в мир и есть еще параллель много параллельности между тем как рассказом потопа выходом из ковчега и историей сотворения мира буквально там тема духа божьего и есть тема когда воды расступаются при создании мира тут у нас воды расступаются потом появляется птица с голубь с этим листом оливковым листом то есть появляется растение а потом выходит из этого чрева ковчега животные это как бы на мелкие ассоциации связанные с творением мира новый мир творится здесь и в этом новом мире вместо Всевышнего который сажает сад сад уже насаждает ног он сажает виноград какая идея здесь важная на мой взгляд что раскладывает всю эту историю на две координаты на координату более природного катаклизма который который управляет бог в ипостасе или в своем проявлении как илуким и на координату в которой бог это личностный бог бог морали который поручает человеку более активное участие в построении нового мира мы прослеживаем как эти две тенденции работают не только вообще в истории мира в истории потопа но и в других местах тем не менее есть некоторый вопрос который возникает в результате да человеку сейчас накладывает у него больше ответственности от него больше требуется и бог хочет его сделать более деятельным своим партнером а только что мы говорили что человек упал со своего высокого уровня царя на животными и стал просто продвинутым животным как же так получается с одной стороны он упал со своего более высокого уровня а с другой стороны теперь на него накладывают больше ответственности на самом деле это вовсе не такая большая трудность а это то что хочет от человека всевышнего после того как человек упал бог требует от него чтобы он своими силами построил новый мир в котором он заслужит быть царем изначально он сделал поставлен на этот пост был всевышним владыкой властвовать над всеми животными в мире в котором сейчас мы строим мы должны заслужить это право спасибо за внимание может быть я немножко сбежчиво сегодня докладываю какое-то время уже и и она у меня вопросы можно создавать или ты уже как бы не с нами не-не-не на вопросы может они меня пробудят может они тебя пробудят действительно может в следующий раз все-таки я первый потому что там уже после 8 часов это нереально я как-то плохо очень функционирую ты знаешь Натан я отказалась от одного урока очень важного для меня потому что они могут быть конечно свои дефуиоды с этого у меня маленький вопрос может быть он тебя разбудит просто да или нет мобуль поток это историческое событие да по-видимому это историческое событие я думаю но это интересный вопрос очень интересный вопрос ты проснулась да и на самом деле одно другому совершенно не противоречит он это очень важное символическое значение он несет этого нельзя совершенно отрицать в нем есть очень много разных важных смыслов и все что говорил многое из того что говорил доктор Ленин очень важно представить себе и понять и сам текст он как бы к его детальным исследованиям можно извлечь очень много философских идей помимо вот такой простой схемы которую я попыталась изложить и которая на самом деле очень много теряет если не рассматривать попробно но совершенно не противоречит тому что это было реальное событие так или иначе мы смотрим на это совершенно глобальной точки зрения как будто поток был действительно на всей земле и во всем мире может быть он был не во всем мире а в одной отдельно взятой стране но это я так отвечу статус статус мабуля потоп он по этому такой же как статус вавилонской башни с точки зрения подтверждения исторического события а можно одну шизофреническую идею секундочку насчет вавилонской башни я не знаю это то что остались на потопе сейчас гриша еще одну фразу смотри на самом деле если говорить про нашу традицию то очень многие например считают что все что до потопа это как бы в основном имеет символическое значение надо понимать метафорически то что а вот после потопа большинство считает что это уже как бы реальные истории а уже про врама просто нет разногласий смотри ледниковый период вообще как бы периоды ну мы здесь уходим в другую сторону смотри что я хочу сказать мне кажется согласование хронологии так бы научное и второе это отдельный вопрос совершенно которым как бы мы сегодня я совершенно не хотела отвлекаться окей это не моя тема в принципе меня это не волнует можно дать миллион ответ по различным на этот вопрос но кстати между нами ты вот слышала про эту историю там обнаружили сожженный город да видел просто реальное свидетельство о Содоме и Агаморре что-то потрясающее именно в тот же период времени предполагается что это был взрыв какого-то метеорита который полностью сжег город и окружающиеся так что вдруг оказывается что какие-то вещи которые всегда говорят оказывается что это вполне было так что мы ждем Гриша извините да Гриша пожалуйста ну так просто одна вот сумасшедшая мысль а вот может такое быть что до какого-то определенного момента есть две параллельные версии истории то есть и так было и так это интересно в одной истории потоп 40 дней в другой 150 дней в одной в одной истории деревья съедобные в другой истории они только плоды дают вот и только начиная с какого-то времени история спрямляется смотрите конечно можно такое предположение но опять же в таком представлении фантастического я обожаю фэнтези конечно это может быть очень темой интересной какой-то романа фэнтези но при этом опять же теряется объемность если в одном мире Бог действовал как природа а в другом он действовал как суд а в другом он действовал как милосердия то это ничего не даст нам для понимания сегодняшнего сегодняшней нашей жизни которые так же самое переплетены мера суда и мера миросердия и другие как бы если взять Кабалу действия различных сферот различных аспектов мироздания они переплетены в каждом в каждом событии в каждом в каждой истории которая происходит нами сегодня не только в историях старых и без этого понимания мы пытаемся все объяснить каким-то простым способом у нас будет несколько простых объяснений но каждое объяснение оно будет довольно плоско понимаете что я хочу сказать а вот так-то и так-то и так-то по этой причине вот из-за этого произошло и оно так случилось а причин много и взглядов на то что происходит много они неоднозначны взрослый человек постепенно начинает понимать для ребенка мир еще когда мы маленькие он еще более простой и он хочет понять что все это хорошо это плохо как Маяковский написал что такое хорошо что такое плохо просто объясните это хорошо это плохо это происходит из-за этого причины следственной связи однозначны дотронулся до горячей обжегся человек когда вырастает постепенно постепенно он понимает что в жизни очень сложно все переплетается и причин может быть много и это не всегда наказание это может быть испытание причина может быть не в прошлом а в будущем ради чего поэтому Тара хочет нас этому научить согласен спасибо спасибо вам Гриша все хорошо техническое замечание я хочу сказать тут кто говорит 40 дней 150 дней совершенно четко это текст старый поэтому я вмешиваюсь я уже не рассуждаю написано что 40 дней лили из воды исходили из земли сверху а потоп то есть уничтожение всего живого длился 150 дней пока сошла вода вот это абсолютно явно в тексте сказано что касается животных тут действительно есть сложный такой момент потому что все пришли по двое потом говорится по парам а потом вдруг оказалось чистых 7 но это говорится что ног их взял то есть можно подумать что здесь как бы инициатива и праведность ног он как бы предвидел что надо приносить жертвы и он взял сам уже 7 пар чистых не того что они какие-то чистые особенные хорошие белые пушистые а того что из них придется потом приносить жертвы помимо того что они плодятся и размножаться поэтому их взяли больше но гладкого тут перехода нет почему от двоих там написано шнайм потом написано по парам а потом написано я предупредил заранее что есть гармонизирующий комментарий мы теряем при этом определенные определенные вещи но есть безусловно и главное что в эту историю действительно можно прочесть как две истории и как одну это очень важно что они переплетаются вместе создают вот этот сложный мир в котором действуют различные силы кстати по поводу животных это еще одно различие я не упомянула потому что я уже такая немножко которое я хотела упомянуть в двух историях в одной истории Бог им говорит возьми животное а в другой в одной истории они сами к нему приходят а в другой истории он их опять же инициатива человека здесь подчеркнута ну то что я хотела сказать что есть разница в том как каждая из историй требует от человека инициативы больше то что Всевышний хочет от нас чтобы мы участвовали были его партнером в творении это Милосердия остановлюсь вы извините Эмиль я не против совершенно того что увидеть историю и объяснить ее и объяснений есть много я это говорю моя цель совсем другая была показать противоположную сторону медали показать что у медали есть две стороны в принципе она одна история она одна но у нее есть две стороны и в любой истории нашей жизни взаимоотношение между людьми услышите одну сторону и услышите другую сторону вам расскажут два человека совершенно разные истории а что было на самом деле ну это так применение каббалы применение каббалы в нашей жизни тофу курасавы семь самураев правильно каждый видит свое но тут как бы я смотри я душой как бы все очень классно очень все современно такой еще модернистский подход но без этого мы видим тарао учение невозможно все время говорить о том что такой некоторый кубик который может быть и так и так мы анализируем текст у него есть определенная структура в этой структуре мы видим две истории они видны ты можешь их объяснить может быть но для чего Всевышний написал тару таким образом мы спрашиваем для того чтобы показать нам различные аспекты это ответ сегодняшнего подхода к исследованию тары он не отрицает ничего того что было сделано до этого наоборот он напирается на все что на медражи на комментарии которые существовали до этого это просто это уже как бы целая школа которая выросла после Рава Бройера которая таким образом анализирует тексты которые даже он в своих работах их не касался но в данном случае тут есть какие-то другие вещи про которых он не писал и собственно кто-то там написал что-то я не очень это понял я предлагаю самим еще раз прочесть историю потопа и согласиться или нет согласиться с тем что я была пересказать может быть увидеть какие-то другие свидетельства которых я не привозила так что есть две истории может какие-то дополнительные идеи по поводу того как выражать меры милосердия и меры суда этой истории потому что я ограничилась очень маленьким кусочком того что можно было сказать спасибо вам всем за внимание я пожалуй окей я предлагаю отпустить на глазах засыпает это бесчеловечно так спецчеловек окей ты бесчеловечно назначил такое позднее время ну хорошо давайте подумаем о переносе но тебе придется в этот день какой-то допинг я не знаю для того чтобы не засыпать ну хорошо окей всем счастливо пока но по-моему все-таки мне кажется мне удалось изложить основные детали я надеюсь что вы сможете посмотреть и если будут вопросы я буду очень рада пишите все в чат окей все приглашаются опять в телеграмм для обсуждения у нас есть специальная группа 70 ликов пожалуйста напишите мне на мой мейл в любом известном вам способе в ватсапе напишите где угодно я вас кто-то у нас кто-то у нас не в группе в телеграмме окей ну хорошо записи